Благодаря звучности красок и яркости цветовой гаммы, живописная эмаль или по-другому фенифть всегда пользовалась большим спросом. Но мы привыкли, что если фенифть, то это обязательно ростовская. На самом же деле производство живописных эмалей в России началось в Москве в XVII веке, но широкое распространение получило уже в XVIII веке. Я хочу показать вам как раз произведение московских эмальеров. Это четыре дробнички с дарохранительницы. Дело в том, что московские мастера как раз специализировались преимущественно на изготовлении эмалевых пластин, которые украшали богослужебные предметы. Так вот, где-то примерно во второй половине XVIII века развитие московской фенифти разделилось на два направления. Одно из них – это было высокое искусство, а другое – низовое, так сказать, близкое к народной культуре. И вот как раз образцами этого искусства служат вот эти вот дарохранительницы. Посмотрите, какие у них красивые яркие локальные цвета, необычное смелое сочетание. Это такой вот вишневый оттенок, зеленый травяной, голубой и ярко-желтый. Заметно, что над этими пластинами работали два мастера, как это часто было принято в иконописной традиции. Один из них, так называемый личник, писал лики и руки персонажей, ну и тело, естественно. А другой – все остальное, то есть одежды, детали, изображения и пейзажный фон. Персонажи на дробницах коренастые, не всегда правильных пропорций. Мы видим, что мастер не очень хорошо разбирался в рисунке. Два сюжета, исполненные с иллюстрированной Библией Пескатора. Это голландское издание, которое было очень популярно в России. Как раз вот можно увидеть в дробничке несение креста, воина, который замахивается на спасителя кнутом. Причем сам кнут делает как бы круг такой, бич делает круг, как видно на гравюре голландской. Но здесь в дробничке то ли у мастера не получилось изобразить кнут длинный, то ли он не совсем понял, поскольку, наверное, пользовался прорезью с этого изображения. И получилась не длинная бич кнута, а вот такая вот некая загогулинка, напоминающая какой-то вот типа поварешки, что ли, которой он замахивается на спасителя. Тем не менее, при всех недостатках рисунка этих дробничек, они очень живые, очень трогательные, сделаны мастерами с любовью и, что называется, с душой. Московские эмали вообще редко выставляются на экспозициях музеев. Чаще всего можно увидеть более позднюю ростовскую фенипт. А вот такую вот красоту приходите посмотреть к нам в музей. Меня Андрея Рублева.